Привет всем! В сегодняшнем ролике будет обзор на накладку Neitaki Fastark G1. Запрос на обзор этой накладки, наверное, считается одним из самых популярных из запросов. Все у меня никак дорога не лежала, чтобы сделать обзор на эту накладку, но все-таки я решился. И делаем обзор на эту накладку. В первую очередь, при распечатывании этой накладки, нужно будет обратить внимание на запах. Что дает запах? Запах, в первую очередь, дает тот фактор, накачана ли накладка бустером в заводе, либо не накачана. Накладка в максимальной толщине, напоминаю, что именно в максимальной, поскольку фирма Neitaki начала производить накладки в максимальной толщине только, по-моему, с того, либо с позапрошлого года. Отличительная особенность от других накладок, сейчас заметил, заключается в следующем, что все накладки открываются в эту сторону, то здесь и рисунок расположен немного вниз. Далее, в ассортименте с накладкой можно найти вот такую бумажку и сама накладка. На запах накладка не имеет никакого запаха, особенно если ее сравнить вместе с накладкой Tiphar Evolution MXP, которая прям очень сильно воняет. В накладке не пишется, сколько жесткость губки, но по некоторым источникам сказано, что жесткость губки составляет 50 градусов. На губке мелкие поры и чем-то эта накладка напоминает накладки фирмы Geva. То есть это 53, к примеру, градусов, потому что такая же толщина, но по жесткости, наверное, все-таки она помягче, чем 53 градуса. Примерно где-то и есть здесь 50 градусов. Несмотря на то, что фирма не так и является японской фирмой, на накладке самой написано, что Made in Germany, соответственно, все эти накладки делаются на одном и том же, скорее всего, заводе, что и накладки Tiphar, Donig, что накладки эти все ESN. Поэтому прям сильно какого-то кардинального отличия от европейских накладок я не ожидаю. Теперь уже переходим наклеивать ее на основание. Напоминаю, что обзор будет производиться на основании Battlefield Viscaria. Наклею ее вместо своей Tiphar Revolution MXS и уже далее сравним ее в игре. В первую очередь проверяем сцепление этой накладки. Видим, что при плотном прожиме мяч довольно-таки неплохо вылетает. Но смотрите, обратил внимание на такую особенность. Даже вот если пальцем провести, при прожиме чувствуется, что сцепление очень хорошее, но если пальцем проводить прямо так-то легко, сцепление очень маленькое. О чем это говорит? Что эта накладка будет не такая цеплючая при тонких соприкосновениях с мячом. Тогда как у Tiphar Revolution MXS, вы наверняка помните, что даже при тонком соприкосновении с мячом мяч уже начинает врезаться. Значит, этой накладкой надо будет играть больше через губку, стараться маленько продавливать, а не тонким касанием. Это, скорее всего, будет сказываться, во-первых, на мягких топ-спинах, во-вторых, это на короткой игре. В первую очередь, эту накладку, во-первых, по своим ощущениям буду сравнивать с Tiphar Revolution MXS, во-вторых, эту накладку больше всего я буду тестировать именно при игре слева. Поскольку справа она мне по своим характеристикам никак не подходит, так как я уже привык играть либо липучками, либо какими-то гибридными накладками. Это мне ближе, и я смогу более объективно сказать свою точку зрения. При короткой игре чувствуется, что накладка не быстрая, именно при короткой игре, то есть никаких быстрых вылетаний нет. Но, как и говорил, что из-за того, что топ-шит не такой цеплючий, мяч не так врезается в накладку и не так энергично от нее вылетает. И есть ощущение, что мяч на подрезках идет не такой запиленный. Но это всего лишь ощущение. На накате то же самое. Скажу так, что эта накладка я примерно уже провел тест-драйв чуть-чуть побольше недели. И могу сказать, что вот, и вы сейчас видите, что на накате эта накладка не так, потому что быстро себя ведет, что при плоской игре. Во-первых, не очень быстро, во-вторых, очень-очень сильно контрольно. Сейчас я сделал топ-спины. Чувствовалось, что когда я старался делать больше топ-шитом, мяч как подцикивал и как-то маленько посваливался. Возможно, даже вам слышно. Контроль просто колоссальный, особенно при движении маленько вперед. И свалилось. То есть надо прям сильнее ей прожимать до губки. Свалилось. Нет, справа вообще не могу. И справа то же самое. Когда стараюсь играть одним топ-шитом, мяч срывается, летит в сетку. Но стоит мне чуть-чуть губку продавить, тогда очень контрольно. Но справа мне она не нравится. Нравится именно вот слева. Слева прям контроля очень много. Особенно при движении чуть-чуть вперед. Как будто рукой закладываю. Но сейчас опять чуть-чуть сыграл тоньше. Мяч сваливается, вперед не летит. Вот вперед прям сделал. Вперед вообще залетает. Прям. Кажется в паре, я буду только слева ураганить. Извините, у нас сетка. Сейчас подделали короткую игру. Далее накаты. Далее топ-спин слева. А еще попросил Гошу попадавать подачи и подделал банан. Могу сказать следующее, что на слабом пробитии, под слабым пробитием я подразумеваю, во-первых, это короткая игра, когда мы потихоньку стараемся направить. Во-вторых, накат. Мяч практически из этой накладки не катапультирует. На что это может повлиять? Во-первых, это на контроль может повлиять. Во-вторых, на контроль при короткой игре. Соответственно, больше вероятность того, что мы сможем оставить короткий мяч. Но, в связи с тем, что топ-шит не так хорошо закусывает у нас мячик, вероятность пропилить его на тонком касании у нас меньше, чем на тип Харри Эволюшн МХС. Поэтому придется, если нужно будет немного пропилить, чуть-чуть сильнее в губку. То же самое касается и когда мы делаем топ-спин. Когда я стараюсь сделать этой накладкой чуть-чуть тоньше, мячик либо подцикивает, но все равно летит, есть ощущение, что мяч сейчас свалится, либо он сваливается в сетку. Но, стоит этой накладкой сделать совсем немного движения не вверх, а то же самое, только маленько поддавить вперед, то контроля у этой накладки, во-первых, очень много, и складывается такое ощущение, что я начинаю закладывать чуть ли не рукой. То есть, есть полная уверенность, что я сейчас попаду, во-первых. И, во-вторых, в топ-спине, когда я начинаю прожимать чуть-чуть до губки, начинают включаться губки, мяч с очень хорошим ускорением начинает вылетать уже в стол. Далее, на банане. На банане то же самое ощущение, когда я сейчас сделал. Чуть-чуть пытаюсь сделать тоньше уверенности, что попаду, нет. Но, стоит маленько продавить мяч до губки, то сразу уверенности, полный вагон, что я сейчас попаду. То есть, мяч прям как будто там засиживается, и вы его направляете в стол. Сейчас первый ход поделаю. Дальше, маленько поделаю первый ход. Постараюсь уже вторым мячом, немного какие-то комбинации постараюсь сделать. Начать, продолжить, ну и так далее, если Гоша выживет. Ну вот, движение вперед, чуть-чуть, чуть-чуть давануть, вообще прям уверенности. Ну вот, только по мячу надо попасть. Все, что попадаешь, все, что попадаешь мячом, ой, точнее, ракеткой по мячу, намного больше вероятность, что мяч попадет, чем от Evolution MXS. Отставка будет сегодня, нет? Точнее. Давай еще. Чудо-накладка. 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 Продолжение следует... На первом ходу, на втором ходу очень сильно нравится эта накладка. Это связано в большей степени тем, что у нее просто вагон контроля. Контроля намного больше, чем у Типхара Эволюшн МХС. То есть здесь при движении вперед каких-то прям таких непредвиденных прививков нет. Но в чем превосходит Типхара Эволюшн МХС Фастарк G1? Это, наверное, только в том, что при первом ходу, когда я его чуть-чуть ковырял, мяч летел намного, ну не намного, чуть-чуть опаснее, наверное. И это подтверждает Гоша, чем от Типхара Фастарга. Но учитывая сколько контроля в этой накладке, я бы, наверное, даже себе ее оставил. Поэтому еще немного поиграю ей. Следующий момент. Сейчас поделаю блоки этой накладкой. Уже обратите внимание, как будет завышаться, как будет катапультировать от приходящего вращения, от этой накладки. Мяч вообще вверх не поднимается от твоего вращения. Прямо вообще тук-тук-тук-тук, прям четенько вылетает. То есть, некоторыми накладками приходится поджимать, а это как бы просто вперед. Вот Юпитером вторым сейчас попробую. Выше, выше отскакивает от Юпитера. И от этой. Потому что вообще не поджимаю. Поцикай, я поскручиваю. На моей памяти не помню, какая накладка слева была контрольная на блоке. То есть, здесь прям вообще практически никаких усилий не прилагал, чтобы маленько стараться поджимать. То есть, вы сами видели сейчас, что просто движение вперед, и мяч уже никуда у нас не выплевывается по разным сторонам за счет приходящего вращения. Он постоянно контрольненько летит вперед. Даже на Юпитере втором, учитывая, что это гибридная накладка, она немного липкая, она не так должна реагировать на приходящее вращение. При блоке мяч отскакивает намного выше, даже не намного, но ощутимо, ощутимо выше, чем от Фастарга. То есть, он на блоке не такой контрольный, чем Фастарг G1. Хотя, они должны быть не такие восприимчивые, эти Юпитеры, как европейская накладка. Теперь дам ракетку Гоши, чтобы он мне повращал. Я поставлю блоки, и мне хочется посмотреть, какой мяч летит от этой накладки, чтобы примерно ощущать, что видит мой соперник. Ну-ка, черный теперь. Ой-ой-ой. Красный. Ну вот мяч как-то неприятно летит, знаешь, он вроде вот по дуге летит, а потом как-то вот он не так пропорционально отскакивает. Потому что я вот подстающий, подставляю, постоянно каким-то вот чуть ли не низом на к этой, не низом ракетки. От этой резины летит, в принципе, она очень сильно, ну как, летит как от обычной европейской резины. Также дуга, все есть. Но есть один отличительный признак. Дуга после соприкосновения со столом, подобно китайским накладкам, он старается маленько как бы поднырнуть вниз. То есть высокая дуга, а потом не такой пропорционально высокий отскок летит от стола. То есть летит высоко, потом начинает постоянно нырять. Это можно было видеть сейчас, когда я ставил блоки и постоянно в нижнюю часть ракетки ударялся мяч. То есть, когда соперник будет чуть-чуть подальше от стола, ему будет еще сложнее принимать атаки от этой накладки, поскольку мяч будет постоянно стараться нырять. Гоша, не наступай на мячике. Вывод по поводу этой накладки. В общем, скажу тезисно, эта накладка мне очень сильно понравилась. И я какое-то время сейчас постараюсь ей поиграть, чтобы принять решение, буду ли я ей продолжать играть, либо все-таки тип храма Evolution MXS. В первую очередь, что мне понравилось? В первую очередь мне понравилось это первый ход. При движении чуть-чуть вперед, прям сразу, есть уверенность, что ты попадешь в стол. Второй момент. Мне понравились эти накладки делать в блоке. То же самое. Она не так сильно реагирует на приходящее вращение. Достаточно просто подставить ракетку, мяч будет ли попадать в стол соперника. Следующий момент, какой мне понравился. То же самое это касается, во-первых, с бананом. Чуть-чуть движения вперед, я прям закладываю туда мячик. Это же самое касается и вторым ходом, то что я делаю. То есть я первый ход накрутил по себе, мне вернули. Стоит маленько движение направить вперед, протащить на ракетке. Сразу он там засиживается и очень сильно контрольно летит в стол. То есть такой контрольной накладки слева я еще не пробовал. Но есть один минус, который мне не понравился на этой накладке. Это связано с тем, что топшит не такой цеплючий, как на Типхаре Evolution MXS. Это очень сильно сказывается, во-первых, на короткой игре. То есть когда я ковыряю на столе, мяч не такой пропиленный, не такой опасный для соперника. То есть здесь необходимо прям посильнее в губку его зажимать, чтобы он не свалился, чтобы сильнее пропилился. Следующий момент, на что еще влияет не такой цеплючий топшит, это на первом ходу, когда я стараюсь прям одним топшитом потихоньку ковырнуть на сторону соперника. Он либо сваливается в сетку, либо летит не такой опасный. И Гоша говорит, что первый ход от Типхаре Evolution MXS намного опаснее, чем от этой накладки. Надеюсь, этот ролик будет для вас полезен. Подписываемся на мой канал, ставим лайк. До встречи!